В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ненинском округе остается сложной. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 26 жителям Заполярья. На защиту Родины. Первая группа норинмарских призывников отправилась на сборный пункт Архангельска. В нашем эфире расскажем о будущих солдатах военно-морского флота. Награда нашла своего героя. Данилу Морозкину, спасшему ребенка на Голубых озерах, вручили медаль за проявленное мужество Совета Федерации. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненинском округе создадут дополнительные медицинские бригады. Такая необходимость связана с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионе. Соответствующее решение было принято в ходе оперативного штаба под председательством губернатора Юрия Бездудного. Как было заявлено в ходе штаба, ситуация с коронавирусом в регионе тяжелая. Количество заболевших растет. По состоянию на утро 9 ноября в Ненинском округе коронавирус диагностирован у 543 жителей. Прирост за сутки составил 26 заболевших. За весь период пандемии от COVID-19 в период лечения скончались пятеро человек. За последнее время поступило очень много жалоб на работу в систему здравоохранения. Я вам приведу только несколько сообщений, которые поступают в мою личную почту. Не хватает транспорта для обслуживания вызовов. Автоклав. Один исправный автоклав. Если выйдет из строя, работать будет нечем. Сокращение младшего медперсонала. В условиях пандемии будет некому работать. Не оплачивается труд первично санитарного звена. Для примера забор крови вне рабочего времени за 2 часа работы с потенциально опасными пациентами 500 рублей. И так далее. Я бы хотел разделить проблему получения медицинской помощи больными на две составляющие. Есть больные, которые требуют госпитализации. Этих больных мы с вами забираем в окружную больницу и лечим. Они получают соответствующую помощь медицинскую, лекарства. Их наблюдают врачи и младший медперсонал. Есть другая категория больных, течение болезни у которых не является тяжелым. И они вполне могли бы лечиться дома. Но поскольку эти больные должны проходить какие-то обследования, может быть необходимость пройти КТ, сделать забор крови. Значит, мы должны четко понимать, как эти больные будут получать все эти медицинские услуги. Юрий Бездудный заявил о необходимости увеличения количества выездных бригад и привлечения к работе студентов старших курсов медицинских вузов и студентов направления лечебное дело и фельдшер Наринмарского социально-гуманитарного колледжа. Добавим, чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь проверенной информацией о болезни и принимайте необходимые меры профилактики. Номера телефона в горячей линии вы сейчас видите на своих экранах. До 12 лет лишения свободы может грозить жителю Наринмара за получение взяток. Прокуратурой Ненинского округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника комплексного центра социального обслуживания. Дело о получении подкупа в сумме полутора миллионов рублей передано в суд. По версии следствия, сотрудник КССО, занимающийся проведением конкурсов по заключению госконтрактов для нужд учреждения, вступив в преступный сговор со своим коллегой на протяжении 2018-2019 годов, неоднократно получал незаконное вознаграждение от коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, так называемые откаты. Кроме того, он же путем обмана и завысив стоимость проведенных предпринимателем работ, похитил 40 тысяч рублей, принадлежащих учреждению. Гражданин Ка обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное получение денег, ценных бумаг и нового имущества за совершение действий и бездействия в интересах дающего в связи с закупкой товара в работу услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Четырех преступлений, предусмотренных пунктами А и В, части 5 статьи 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подкуп работника контрактной службы, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Покушение на совершение подкупа группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество совершенного группой лиц по предварительному сговору. Часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая сумма полученного незаконного вознаграждения составила около полутора миллионов рублей. Кроме того, они покушались на получение подкупа в размере двух миллионов рублей, но не смогли его получить по независимым от них обстоятельствам. Уголовное дело направлено в Наринмарский городской суд. За совершение наиболее тяжкого из совершенных обвиняемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа. В собрании депутатов Ненинского округа состоялось очередное заседание по предварительному рассмотрению расходов в рамках работы над окружным бюджетом на ближайшие три года. Депутаты рассмотрели расходы Департамента внутренней политики, Управление государственного заказа, Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности, аппарата администрации, а также их подведомственных организаций, избирательные комиссии, счетные палаты и собрание депутатов НАО. В целом, позиция собрания депутатов Ненинского автономного округа и органов исполнительной власти совпадает в сокращении ряда неосновных расходов в пользу финансового обеспечения социально значимых направлений. Депутаты, прежде всего, обращали внимание на сокращение тех расходов, которые касаются командировок, обучения, если оно не имеет важности, да и не острой необходимости для сотрудников. Каждому органу власти и подведомственным учреждениям предложено использовать горюче-смазочные материалы по факту, минимизировать расходы по обеспечению топлива, не пользоваться услугами по его хранению. То, что касается аппарата администрации, управления гражданской защитой, это госзаказ. В первую очередь, еще раз повторю, что депутаты рекомендовали сократить затраты на командировочные расходы за пределы округа имеется в виду. Все-таки по округу, да, те командировки, которые департаменты планируют, я считаю, что необходимо все-таки осуществлять, потому что это касается жизни наших людей, прежде всего, населения Ненинского округа. По итогам заседания комиссия рекомендовала Управлению гражданской защиты и обеспечению пожарной безопасности округа предусмотреть дополнительные средства на деятельность добровольных пожарных дружин в 2021 году. Был вопрос сегодня поднят Татьяна Васильевна Федорова по поводу организации деятельности добровольных пожарных дружин в сельских населенных пунктах. Это очень важный момент, потому что в Управлении гражданской защиты эти деньги запланированы не были. Это порядка 6 миллионов на год по всем муниципальным образованиям. Но мы понимаем, что сегодня по понятным причинам пожарных частей во всех сельских населенных пунктах у нас нет. Поэтому добровольные пожарные дружинники, это лица, которые проживают на территории этих населенных пунктов, они участвуют в тушении пожаров, если они возникают. Аппарату администрации Ненинского округа при рассмотрении расходов предложено пересмотреть в сторону увеличения размер платы за аренду помещений Государственного жилищного фонда округа. Общая рекомендация органам власти рассмотреть вопрос о централизации государственных закупок по ведомственным учреждениям. В заключении депутаты рекомендовали администрации Ненинского округа провести работы по оптимизации расходов по всем органам исполнительной власти. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненинском округе продолжается призывная кампания. Накануне на сборный пункт в Архангельск была отправлена первая команда срочников. Это те ребята, которые имеют идеальное здоровье. Служить их определили в военно-морской флот. На проводах бойцов побывала и наша съемочная группа. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Крепкие объятия и слезы грусти. Это на целый год прощаются Павел и Александра. У молодой семьи не так давно родился малыш. И тут такая новость. Папу забирают в армию. Впрочем, молодой человек настроен позитивно и готов служить родине. 2020 год начался хорошо. И в принципе он заканчивается. Он дает какие-то новые этапы для того, чтобы пройти вот эти вот все трудности. И стать уже более такими сильными людьми. Как готовились к армии морально? Ну, скорее всего, только морально. Потому что была такая как бы линия того, что все-таки неохота уезжать. Неохота вот только начали жить. Семья своя, ребенок свой. И поэтому как бы было немножко грустно. Ну, так уже морально все уже утряслось, готовы. И на самом деле сообщили не так давно, что забирают. Поэтому времени подготовиться особо не было. Наверное... Смирились. Да, наверное, смирились просто. Олега Кропачева провожают, кажется, все родственники. Тети и дяди, братья и сестры и, конечно, родители. Он мне с самого детства готовился к армии. Конечно. А без армии сейчас куда? Не поступить никуда, не на работу устроиться. Так что будем ждать нашего сыночка. Парень будто и не верит, что через каких-то пару часов покинет родной город на целый год. Впереди служба в военно-морском флоте. А что знаете вообще о флоте? О флоте? Мне рассказывали только. Дедушка рассказывал много о флоте. А так я сам ничего не знаю. Перед тем, как призывники отправятся на распределительный пункт Архангельска, обязательный осмотр в местном военкомате. Медики должны убедиться, что у будущих солдат нет синяков и ссадин. А также проводят обязательную термометрию. Конечно же, вот эта пандемия и борьба с коронавирусом, она накладывает свой отпечаток на нашу работу. Прежде всего накладывает, потому что нам приходится все профклассические меры принимать. Везде в коридоре, вы заметили, висят специальные аппараты для обеззараживания воздуха. Соответственно, все мы работаем в масках. Эти обеззараживающие средства применяются для уборки. Но тем не менее, усложняется отправка на сборный пункт, ведь через профилакторию все происходит, а не сразу туда. То есть ребят проверяют, там анализы берут повторно. Вот при отправке мы делаем термометрию, проверяем, какая температура. В первую группу призывников попали ребята с идеальной группой здоровья. Все они предварительно получили путевку в Калининград. Кто-то будет служить в морской пехоте, кто-то на корабле. Окончательное распределение произойдет на сборном пункте столицы Поморья. В Ненецком округе началось формирование нового состава общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАЛ. Это будет уже десятый состав. Общественная организация создана для совместной работы окружного парламента в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. Ольга Русул продолжит. Иван Сысоев, молодой перспективный человек, планирует войти в новый состав молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа. Иван считает, что одной из первых инициатив, которую должны выдвинуть молодые парламентарии, станет вопрос организации досуга молодежи. Сейчас такое время очень необычное и, мне кажется, сложное для молодежи. Потому что вот эта вся пандемия, коронавирус и так далее, он подкинул много разных проблем. И для творческой молодежи, к которой я себя отношу. Вот к ней, наверное, в первую очередь он подкинул много проблем. Потому что много массовых мероприятий запретили, много запретили каких-то начинаний и так далее. Мне кажется, стоит об этом подумать и стоит быть вот в гуще этих событий. Искать какие-то решения, искать какие-то новые начинания в связи с тем, как изменился сейчас мир. Войти в состав палаты могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Постоянно проживающие в регионе или окончившие учебные заведения в округе. И постоянно проживающие в России за пределами Ненецкого округа. Есть перечень документов. То есть, конечно же, может быть рекомендация от работодателя, либо от учебного заведения, либо характеристика. Это может быть молодой человек должен написать эссе по своему видению работы молодежной политики в Ненецком округе. Ну и собрать определенный пакет документов. Свои кандидатуры могут направлять молодежные консультативно-совещательные структуры при правительственных органах муниципальных образований округа, общественные объединения, окружные образовательные организации высшего или среднего профессионального образования, профсоюзные организации, окружной департамент в сфере образования и молодежной политики. Так же само выдвиженцы. Для молодежи я считаю, что это такой стартап может быть. Все-таки есть большая вероятность, что вас заметят в высших рангах шоунов нашей власти. Ребята у нас в этом году занимались разработкой законопроектов. Мы разработали законопроект о компенсации наема жилья молодым педагогам среднего профессионального образования. Сейчас он проходит у нас еще доработку. Также мы разработали законопроект об ограничении продажи энергетических напитков. Его мы собираемся внести на рассмотрение собраний депутатов в феврале месяце. В состав молодежной палаты войдут 15 молодых законодателей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении двух лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет формироваться резерв палаты из 10 кандидатов. Прием документов, подготовленных в соответствии с утвержденным положением, осуществляется до 25 ноября 2020 года. По адресу город Наринмар, улица Смедовича, дом 20, кабинет 56. Телефон для справок 4-28-81. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Медаль за проявленное мужество Совета Федерации получил юный герой из Наринмара. Награду Данилу Морозкину, спасшему ребенка этим летом на Голубых озерах, вручил губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. О настоящем мужском поступке юноши расскажет Любовь Пермякова. В аграрно-экономическом техникуме в одной из аудиторий идет урок информатики. На предпоследней партии сидит студент Данил Морозкин. Именно он спас мальчика на Голубых озерах этим летом. Поступком скромного молодого человека гордятся не только однокурсники, но и преподаватели. Данил поступил к нам в этом году на первый курс на группу управления качеством продукции по отраслям. Я проявил себя как ответственный, серьезный, целеустремленный молодой человек. Я узнал, что он спас жизнь. Его губернатор недавно наградил его медалью. Это очень приятно, что в моей группе учится такой парень. Его можно ставить в пример. В тот роковой день, по словам Данила, ничего не предвещало беды. Стояла солнечная погода, и они с другом решили искупаться. Друзья ныряли, и один из них заметил на дне мальчика. Он на дне лежал, мальчик. У меня просто друг подсказал, пальцем показал, и я пошел доставать. Он помог мне. Ну, кричал, чтобы мне помогли, потому что он тяжелый, уже воды наглотался. И никто не отзывался, и только на берегу помогли. Это было далеко от берега? Да. Это было метров 30, ну, 20. Глубоко? Вот глубина какая была? Ну, посюда где-то. Ну, ему было глубоко. Где-то вот рост вот такой. А достали, он уже какой был там? Синий, фиолетовый. По словам Данила, уже на берегу незнакомый мужчина сделал мальчику искусственное дыхание. Через несколько минут подъехали спасатели и скорая помощь. Наша съемочная группа в это время также оказалась на месте событий. Это первые кадры после трагедии. На них видно, что малыш пришел в себя, но все еще тяжело дышит. Может, просто плохо стало? Ребенок чудом остался жить, считают медики. Ведь у человека под водой не так много времени. И даже если удается сохранить жизнь, его сознание может так и не прийти в норму. Конечно, многое зависит от состояния организма и индивидуальных особенностей. Но врачи говорят, что мозг утонувшего погибает за считанные минуты. Во-первых, утопления бывают в тресной воде и в соленой воде. Это разница. Обычно считается 5 минут наступающий мехмон. Сколько ребенок находился под водой, установить уже невозможно. Главное, трагедии удалось избежать. Мальчика спасли. Как признается Данил, после несчастного случая своего спасенного тезку он еще не видел. Но встретиться очень хочет. Мы с Юрием Бездудным хотим его встретить на Новый год с подарком. То есть, как и хочется увидеть все-таки? Да. Ну а пока подарок вручили самому спасителю. Накануне из рук губернатора НАУ Юрия Бездудного Данил получил медаль за проявленное мужество. Она вручена герою в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети героев», который реализуется под эгидой Совета Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей». Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.